Депутат от партии действий «Солидарность» Лилиан Карп обратился к Министерству иностранных дел и евроинтеграции с требованием отозвать посла Молдовы в России Андрея Негуцу. Депутат обвинил дипломата в организации контрабанда Анаболиков на 8 миллионов леев, которая была пресечена СИБом и таможенной службой в минувшую субботу при выезде из страны через таможенный пост Паланка. Более того, парламентарий говорит, что микроавтобус с дипномерами, в котором нашли препараты, за последний год 17 раз осуществлял маршруты Кишинев-Москва. Ани Гуцев, выдвинутый против него обвинения, пока не комментирует. Если вы заметили, по этому инциденту был выпущен только пресс-релиз. Такой подход направлен на сокрытие дела. Он 17 раз пересекал границу с Молдовой, 17 раз его обнаружили. В течение всего этого времени транспортное средство, которое, по словам Лилиана Карпа, принадлежит посольству Молдовы в России, таможенники ни разу не останавливали и не проверяли, поскольку в нем, под документом, находились дипломатические посылки. А согласно процедурам, транспортные единицы, перевозящие такой груз, не проходят контроль. Призываю генпрокуратуру расследовать этот случай и сообщить о результатах расследования, а не обвинять водителя. Также прошу Министерства иностранных дел отстранить посла Андрея Негуцу от должности. Сегодня же на заседании парламента группа ПРО Молдовы хотела запросить заслушивание министра иностранных дел и главы таможенной службы для дачи объяснений по этому случаю. Однако это казалось невозможным из-за отсутствия кворума. У нас еще будет такая возможность. Надеюсь, на этой неделе, в четверг, выступить с этими запросами. А в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции заявили, что инициировали внутренние расследования с тем, чтобы получить разъяснение от сотрудников соответствующей дипломатической миссии. Министерство также распорядилось разработать новое положение перевозки корреспонденции в учреждениях дипломатической службы и усиление внутренней безопасности. А в распространенном сегодня пресс-релизе Генпрокуратуры отмечается, что водителю микроавтобуса с дипломатическими номерами, задержанного в субботу на таможенном посту Паланка, в котором были обнаружены упаковки с анаболическими стероидами, предъявлено обвинение. Его задержали и поместили под стражу. Прокуроры выдали на его имя ордер на 30-дневный арест. Мы попытались выяснить, почему это транспортное средство выявили так поздно, учитывая, что оно пересекало границу 17 раз за год. Пресс-секретарь таможенной службы нам сообщила, что дипломатические машины проверяют крайне редко и только при наличии запроса от силовой структуры, в данном случае это служба информации безопасности. По закону контрабанда наказывается тюремным сроком до 10 лет для физических лиц. Юридическим лицам грозит штраф до 550 тысяч леев, запрет заниматься определенной деятельностью или даже ликвидация.